Добрый день всем, кто с нами. Сегодня в студии Блаковского репортера Оксана Шапкина и у нас в гостях директор Блаковского филиала акционерного общества «Апатит» Андрей Шибнев. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас несколько тем для обсуждения. Все они так или иначе касаются экологии и вкладу компании «Фусагра» в эту актуальную сферу. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, какие направления наиболее перспективны и приоритетны? Блаковский филиал акционерного общества «Апатит» — это, конечно, крупное промышленное предприятие. И не затрагивать тему экологии, экологичности технологического процесса, сокращению выбросов и воздействия на окружающую среду — это один из основных и главных наших приоритетов, одна из наших ценностей компании. И за последние годы очень много сделано с точки зрения повышения эффективности и экологичности наших действующих производств. Это и в рамках реконструкции основных действующих мощностей, повышение эффективности системы очистки для снижения выброса в окружающую среду. Ну и самый, наверное, такой актуальный вопрос, которым мы активно занимаемся — это переработка фосфогипса. На сегодня мы уже понимаем, что его, наверное, сложно называть отходом производства, потому что проведено очень большое количество научных исследований по его свойствам, по его возможностям применения. Этой темой мы занимаемся уже довольно давно, активно. Первым направлением, которым мы для себя выбрали — это было применение фосфогипса как материала для дорожного строительства. Прошел целый ряд совместно с различными научными институтами, в том числе с Арабским государственным университетом, по определению возможностей и необходимости разработки технологий, его использования. На сегодняшний момент в этом направлении мы, в принципе, уже поставили, будем так сказать, промежуточную жирную точку. На сегодня у нас уже получены все необходимые разрешительные документы. Прошла экологическая экспертиза этого продукта, в том числе и самой технологии. И на сегодняшний момент она у нас уже зарегистрирована в государственном реестре, как материала для дорожного строительства. Получены все необходимые документы для этого. — Но я знаю, что дело-то не только бумагой ограничилось, да? — Да, естественно, дело не только ограничивалось бумагой. По Балаковскому району достаточно примеров положительных применения этого фосфогипса. Взять даже нашу Балаковскую непосредственно площадку, все дороги, которые и вдоль нашего предприятия, и внутри нашего предприятия, именно построены на основе фосфогипса. Ну и, наверное, самым таких для наших жителей примером, который мы видим каждый день, это вот если смотреть от Саратовского тракта, от воротка к металлургическому заводу, 7 лет назад она была построена именно по технологии с использованием фосфогипса как дорожной основы, дорожной одежды. Ну и вы видите, что за прошедший уже значительный промежуток времени более 7 лет эта дорога стоит, держится. — Дорога крепкая. — Дорога крепкая, да, и она вот за все эти 7 лет, несмотря на то, что по ней ездит большегрузный транспорт, ломовозы, да, она даже ни разу не проводился, ее какой-то ямочный ремонт. — Давайте вот сейчас так немножечко детальнее объясним вообще в чем роль фосфогипса именно в дорожном строительстве, где он там находится вот в этом вот дорожном пироге, да, там же много-много слоев, потому что кто-то может подумать, что это как раз вот покрытие, а где находится сам фосфогипс? В чем его роль? — Сам фосфогипс, он как раз находится в самом низу, самое основание дороги, да, это вот, ну, можно как его, например, сравнить, да, это, если бы, например, сделать монолитную бетонную плиту, да, сверху ее уложить на нее щебень и уже сверху финальный финишный, это асфальт положить. Вот как раз фосфогипс в данном случае выполняет роль вот этого бетонного основания монолитного. Его свойства как раз и позволяют при определенном соблюдении технологии его укладки, да, он превращается в такую монолитную единую плиту, да, которая уже вот не позволяет дороге в том числе разрушаться вот в периоды межсезонья, да, потому что это единая плита, которая, ну, ведет совсем по-другому, чем вот обычные технологические приемы себя, то есть это не образуются вот эти вот поперечные трещины довольно длительное время. Вот, опять же, по нашим исследованиям видно, что распределение нагрузки при традиционном строительстве с применением щебня, песка, да, все-таки довольно-таки, ну, точечная идет нагрузка на дорожные основания, а за счет вот этой монолитности плиты она распределяется, в том числе это снижает и колейность дорог, ну, и образование просто-напросто, ну, выбоин я. Ну, и цена образования, наверное, тоже не последнюю роль играет. Да, по себестоимости, которая, в принципе, уже полностью рассчитана и полностью она подтверждена всеми сметными расчетами, себестоимость строительства одного километра дорог с применением фосфогипса процентов на 30-35 дешевле, чем традиционная технология. Вопрос еще в транспортировке, его как-то нужно перевозить, фосфогипс, с этим вопрос тоже решен? Да, здесь, конечно, есть определенные ограничения, именно с точки зрения, не любой фосфогипс можно использовать для дорожного строительства, да, используется свежий фосфогипс, который еще пока именно готов превратиться вот в эту монолитную плиту, да, поэтому у него жизнь... И в этом плане и преимущество его в то, что он, в общем, быстро так это, да, схватывается, да, и в то же время нужно решить как-то вопрос, как его быстро перевезти, чтобы он не скоксовался не в дорожном, так скажем, вот этой не в дорожной прослойке, да? Да, действительно, то есть, ну вот как раз, как я и говорю, то есть у него есть определенный жизненный цикл, когда его можно внести в дорогу, это где-то порядка 6-7 часов, то есть с момента выхода из технологического процесса его нужно уложить, то есть это, ну, говорит о том, что это, скорее всего, вот с учетом транспортировки, это где-то плечо от предприятия до места строительства дороги, где-то, ну, где-то порядка, там, 400 километров, вот в радиусе, в таком радиусе, в принципе, мы можем спокойно его использовать, и он будет сохранять свои свойства. Вот далее, конечно, он уже теряет эти свойства, да, и, ну, уже нецелесообразно его применение. Но наука работает? Наука работает, и, действительно, на сегодняшний момент у нас уже есть определенные разработки, то есть мы пошли несколько дальше, вот то, что мы с вами говорили, да, то, что его не используют как финишное покрытие, да, а это мы уже работаем с Ярославским политехническим университетом, это создание так называемой гипсово-битомной гранулы. То есть тоже уже довольно длительные исследования у нас проведены, то есть, ну, если простыми словами сказать, да, это образуется на специальном оборудовании с применением специальных вяжущих на основе гипса такие гранулы, которые там диаметром 6-8 миллиметров, да, которые уже сами по себе могут применяться как финишное покрытие на дорогу. И, опять же, неважно, какое будет основание, гипс или традиционный. И его преимущество еще в том, что он, в принципе, может храниться сколько угодно долго, да, вот если мы знаем, что асфальт, у него тоже есть определенный жизненный цикл, до которого момента его можно внести, иначе он остынет, затвердеет, и его уже невозможно будет внести. Преимущество вот этой смеси в том, что его можно сколько угодно хранить в навале, извините, на месте строительства сначала кучу этого гранул собрать, а потом ее спокойно использовать. Можно хранить в фасованном виде, он просто раскатывается ровным слоем на дорожное покрытие, и также традиционно укатывается катком, и вот эта гипсобитомная гранула, она как раз превращается в похожее для нас традиционное асфальтное покрытие. Ну, кстати, я знаю, что фосфогипс, он использовался еще и в строительстве дорог в окрестных Балаковских селах. В Маянге, в частности, есть такая дорога, жители были довольны в свое время, когда ее только построили. Ну, да, это были в том числе наши первые шаги, да, с применением, с использованием, но, как вы ранее сказали, все-таки его, как мы понимаем теперь уже, что его нельзя использовать как финишное покрытие, все-таки воздействие атмосферных осадков на него влияет несколько негативно, да, и есть вот момент, что потом уже в процессе эксплуатации этот гипс немножко развозится, да, поэтому сейчас наша технология подразумевает именно нанесение в итоге потом финишного покрытия. Ну, а да, были опыты, были, конечно же, и ошибки в технологическом процессе, но, наверное, нельзя пожарить яичницу, не разбив яиц. Абсолютно верно. Но насколько это экологичный продукт, наверное, еще можно судить и по тому, и насколько это полезный универсальный продукт, можно еще судить и по тому, насколько он, особенно в последнее время, востребован в сельском хозяйстве. Вот недавний день поля, который прошел на территории Блаковского филиала АО «Апатит», это доказал. Также ученые над этим работают. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об использовании фосфогипса в сельском хозяйстве. Вообще, сам по себе фосфогипс – это не наше какое-то открытие, да, то, что мы там совместно с нашими профильными институтами и Саратовским аграрным университетом вдруг открыли, что фосфогипс – это ценный продукт для сельского хозяйства. На самом деле, все новое – это хорошо забытое старое. В советские времена фосфогипс очень активно применялся в сельском хозяйстве, в том числе и в Саратовской области. Только вот по Волжский регион, в частности, Саратовская область, по статистике, которую мы поднимали в Минсельхозе, применялся от полутора до двух миллионов тонн фосфогипса. Основное его назначение – это использование его как миллиарант, и в том числе как разрыхлитель почвы. И вот как раз те опыты, те эксперименты, которые мы начали проводить еще два года назад в сельском хозяйстве, они это подтверждают. А вот в этом году мы уже активно на нашем дне поле продемонстрировали технологию, да, и прямо вот четко по границе были построены вот эти делянки, то есть с применением гипса, без гипса. Разница она, ну вот, просто даже не специалисту, не агроному она… Ну да, даже вот я не агроном, я видела действительно одно поле, там, кукуруза без фосфогипса, вот, например, такого размера, и где-то в четыре раза больше кукуруза при использовании фосфогипса. Да, ну, основная как раз здесь польза от внесения фосфогипса, то, что, ну, почвы, они объединяются, да, почвы, они со временем засаливаются, да, ну, это нормальный природный такой процесс, а вот как раз фосфогипс, он и позволяет разрыхлять эту почву, да, потому что он является, ну, таким, неким компонентом, который не дает комковаться почве, ну, и в итоге почва более рыхлая, да, а учитывая, что в условиях нашего такого засушенного климата относительно, да, когда долго нет дождей, да, верхний слой почвы, он затвердел, выпадает большое количество осадок, и влага, она не проникает внутрь почвы, она просто остается наверху в виде лужи, потом на солнышке высыхает, и в итоге не получила растения влаги. А как раз фосфогипс, он разрыхляет почву, и влага максимально уходит в корневую туда систему, вглубь. Особенно эта тема актуальна у нас, ведь мы живем на территории так называемого рискованного земледелия, здесь этот продукт особенно актуален. Да, и он будет еще более востребован, потому что, как сейчас вот и в Саратовской области, да, активно все-таки развивается эта система полива, а система полива, они тоже сами по себе требуют определенной технологии использования. Если не вносить миллиарантов на полях, где используется полив, да, то со временем как раз вот и происходит вот это вот затвердение почвы, да, и оно требует внесения миллиарантов, которым как раз и является фосфогипс. А вот, кстати, на эту тему в сентябре состоялся разговор ученых Саратовского государственного университета, они плотно, как мы уже несколько раз сказали, да, работают над изучением полезных для почвы свойств фосфогипс, фосфогипса. В этом разговоре приняли участие и специалисты нашего предприятия. Вот скажите, каковы результаты встречи, к чему пришли, что дальше? На сегодня мы активно проводим уже работу и в том числе и с федеральными органами власти, чтобы фосфогипс, так же как минеральное удобрение, попало в перечень продуктов, которые государственные субсидии предоставляются для того, чтобы фермеры могли его активно применять, да, имели определенную мотивацию в этом вопросе. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время, я уверен, да, что это решение будет принято, и уже со следующего года фосфогипс будет стоять наравне, как и с нашим, так же, аммофосом, сульфоаммофосом, продуктами, как продукт, который необходимо использовать и, возможно, использовать в сельском хозяйстве со всеми субсидиями. Я знаю, что политика компании «Фосагра» и, можно сказать, ее философия заботятся не только о собственном благополучии, но и, в общем, благополучии тех территорий, на которых предприятия компании присутствуют. Мы сейчас с вами плавно переходим уже к теме социальной направленности, да, и благотворительности. Компания направила дополнительно 170 миллионов рублей на создание экологической среды в городе Балакова. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития благоустройства подписано компанией и администрацией Балаковского района минувшим летом. Как вы оцениваете промежуточные результаты работы? Ведь работы начались практически сразу, как только была подпись поставлена в документе. Мы следим за тем, что происходит в городе, потому что нам это не просто интересно, да, мы также несем за это ответственность, потому что в этом городе живут в том числе и наши работники. Ну, решение такое действительно, оно было принято очень быстро, да, руководством компании «Фосагра». Хочется, конечно же, сказать им за это спасибо, что они на это откликнулись. То есть было обращение как администрации района, так и области, да, к нашему руководству вступить вот в эту программу, которая начала реализовываться в этом году по благоустройству дворовых территорий, скверов, парков, да, и компания сразу же откликнулась на это дело. Был определен перечень объектов, которые необходимо привести, будем так сказать, в порядок. То есть он был выбран не просто так как-то спонтанно, там прошли, там пальцем посмотрели, потыкали, а это было привязано уже к неким объектам, которые администрация уже реализует, либо там за счет другой спонсорской помощи, чтобы это как-то смотрелось, ну, в целом, не какими-то вырванными кусочками, да. Эти объекты, в принципе, были одобрены, согласованы, были одобрены совместно проекты, дизайн-проекты всего этого благоустройства, и работа действительно началась сразу же одновременно на всех объектах, их 11 таких объектов у нас. Мы регулярно на еженедельной основе, наши специалисты, а у нас непосредственно служба главного архитектора курирует от нас этот процесс, присутствует на этих объектах, то есть, ну, контролируется и срок выполнения работы, естественно, контролируется качество работ и качество материалов, которые закупаются под это дело, чтобы, ну, мы всегда любим сделать хорошо. Ну, и, в принципе, я вижу сейчас, что те сроки, которые были установлены и договорами с подрядными организациями, и по нашей договоренности с администрацией, они, в принципе, выполняются. На объектах вот сейчас уже сделано основное благоустройство на этих, уже на многих объектах началась и укладка и тротуарной плитки, и началась уже закончена полностью укладка бордюров, установка. Большой очень объем, вот, с подрядчиками общаемся регулярно на эту тему, да. Конечно, сейчас основная проблема – это по обеспечению именно плиткой. Мы не хотели делать обычную традиционную, там, вот эту прямоугольную брусчатку, да, хотелось сделать что-то красивое, надежное, современное, да, поэтому вот там, где уже видели, да, это такая красивая тротуарная плитка разного цвета, разноформенная такая. Производителей такой плитки, ну, немного, мы ее везем с Самары, вот, и, в принципе, сейчас все производственные мощности вот этого предприятия самарского, да, но полностью заточены именно под Балаковский район, то есть идет полное обеспечение. Я вот ежедневно регулярно езжу мимо двух объектов, да, и вижу, что каждый день, да, работа продвигается. Может быть, не так быстро, как хотелось бы и нам, и жителям города, да, но работа все-таки идет и движется, и я уверен, что у нас конечный срок, это 31 октября, полное окончание всех работ, что мы эти объекты закончили. Лично пройдете, лично все прохожу? Лично все прохожу регулярно, да, и, естественно, будем принимать, это было одно из наших условий, да, что приемка работ будет приходить при нашем представителе. Какой объект вас особенно радует уже? Я вот каждый день мимо него езжу, да, это сквер у Олимпа, да, потому что он начинается от Ленина, да, и тут заворачивается, на 20 лет в Великобритании, то есть, ну, особенно радует там, потому что я помню, что там было, тоже он вроде как позиционировался, как некий сквер, парк, да, но выглядело, ну, прямо скажем так, запущено, да. Вот, вот, мне кажется, это один из таких объектов, ну, и, конечно же, Алерия Героев, да, там тоже очень большая такая работа ведется именно по тротуару. Ну, я думаю, что после вот этого скептиков поубавится, хотя в Балаково их пока еще немало, тех, кто не очень верит в то, что Балаково когда-нибудь преобразится и будет красивым, благоустроенным, что бы вы могли сказать тем оставшимся скептикам, которые все еще придерживаются своей точки зрения? Я бы хотел сказать этим скептикам то, что ничто нельзя сделать за один день и сразу, да, нельзя сделать даже за 10 лет, да, привести в порядок. Хорошо, что вот последние годы, да, очень активно, мы видим это и по состоянию дорог, да, и вот действительно по тому объему по тротуарам, благоустройству, да, которая сейчас выполняется, да, и давайте у них спросим у этих скептиков в следующем году, когда придет весна, когда эти объекты будут действительно предстанут во всей красе, да, что они тогда скажут? Вот, надо это было делать, не надо было это делать, потому что от многих, я да, слышу, долгое время не делали, сейчас вдруг взялись делать. Я на это отвечаю, что, ну, можно было и дальше ничего не делать и так же продолжать жить и жаловаться, да. А еще хочется сказать скептикам, а давайте вместе выйдем на свои дворовые территории, возьмем грабельки, возьмем лопаты и приведем в порядок то место, где мы с вами живем. Не будем никого ждать, да. И не будем никого ждать. Ведь там, где мусор, сам не появляется. Его те же самые скептики и бросают. В общем, да. Да, давайте беречь то, что есть у нас. И приумножать что-то хорошее, да, и все-таки надеяться на лучшее. Хорошая поговорка, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Там чисто. Абсолютно, точно, да. Но здесь, наверное, еще важна чистота помыслов, да, экология души и так далее. Об этом мы с вами еще поговорим. А сейчас вот хочу все-таки вернуться к теме благотворительности. Ведь вот эти дополнительные 170 миллионов рублей к соглашению, они не единственные те, да, чем помогает компания городу. И вообще благотворительная социальная работа, она выходит за рамки города Балакова и района. Ну, мы себя как бы, естественно, для нас Балаковский район, он ближе и по определению, и по душе, и по настроению. Да, но действительно мы как-то стараемся и помогать и в том числе и области, да. Вот по бюджету этого года у нас на благотворительность общее финансирование составило почти 400 миллионов рублей, да. Из них могу сказать, что в Балаково осталось порядка 300 именно различные объекты. Это и образовательные объекты, это и наша 25-я школа Фосагра, это и детский садик 70-й, который мы активно поддерживаем, строим там площадки детские для детишек. Это и детский дом, который мы тоже поддерживаем по разным направлениям. Это и храмы, это и наши территории дворовые, в том числе, которые выходят за рамки этих 170 миллионов. Там тот же парк мечты, да, который мы активно строим совместно с администрацией и правительством области. Объектов на самом деле очень много. И здесь мы, например, тоже часто задают вопрос, а как мы выбираем тот или иной объект, да, куда мы вкладываемся, да. Любой объект, он, ну, действительно, это серьезно, его хочется сделать за раз и красиво, да. Но сложно, например, даже нам, да, единственным финансированием, да, выполнить все полное благоустройство, что здесь завязано очень много различных, в том числе и служб и коммунальных. Мы программу и эти объекты активно обсуждаем с администрацией области, привлекаем других инвесторов к этим объектам, да, и делаем одно общее дело сообща, да, часть бюджета выделяет администрация, часть область выделяет, часть денег приходит даже из федерального бюджета, в том числе, вот, кстати, Сквер Мечты, он помимо нашего и районного бюджета финансировался из федерального бюджета, часть средств приходила на него. И когда мы понимаем полный комплекс, да, то тогда мы этот объект начинаем полностью вести, его сопровождать, ну, и доводить до конца. А вот давайте про 25-ю школу еще поговорим чуть подробнее. Ну, школа просто расцвела за годы поддержки, за годы сотрудничества с компанией. Это единственная в Саратовской области фосагрошкола. Вот что там сделано на данный момент, что будет еще сделано? Это школа гордость просто. По школе это тоже такой объект, который он не просто так родился, да, еще 7 лет назад. Тогда была создана вот эта идея создания фосагроклассов, потом это перешло в фосагрошколу. Ну, естественно, для того, чтобы ребята хорошо учились, получали действительно знания, да, Ну, это были мотивированы, были мотивированы, для этого недостаточно одного названия. Для этого нужны соответствующие техническое оснащение, да, соответствующая вне классная работа. Вот были разработаны специальные программы, сделаны специализированные классы, да, которые именно направлены на техническую направленность, это химия, физика, информатика, да. Это вот как раз речь идет о фосагроклассах. О фосагроклассах, да. О профилактических классах компании. Да, то у нас количество ребят, которые поступили именно на технические вузы, да, из общего количества выпускников, это было из 34, да, человека поступило на технические вузы. Теперь? И с каждым годом сейчас растет, и на сегодняшний момент у нас 85% ребят поступили на технические специальности. Причем это в том числе и целевое направление, это, ну, ведущие вузы страны. Они, ребята, действительно показывают хорошие баллы на выпускных экзаменах, которые позволяют им поступать и в Санкт-Петербургский горный университет. Это самый старейший вуз России, да, это и казанские вузы, и вановские химиотехнологические, и московские вузы. То есть ребята идут престижные, где действительно получают хорошее профильное образование. И что самое для нас, что мы считаем, что мы достигли цели, это ребята возвращаются. У нас уже второй год идет приток ребят, которые являются выпускниками первых фосагроклассов, приходят к нам на работу. Слушайте, ребята очень хорошие, очень талантливые. Душа радуется за них, ведь многие из них сразу входят в программу «Молодой талантливый специалист», так называемая программа МТС. И уже работая в этой программе, они становятся настоящими мастерами, то есть они там в каких-то проектах принимают участие, в каких-то конкурсах корпоративных занимают призовые места, берут гран-при. Душа радуется, действительно очень талантливая. Да, вот для молодых ребят, которые у нас приходят работать на предприятии, у нас действует программа МТС, как мы сказали, молодые талантливые специалисты. Опять же, для чего она была создана? Опять для того, чтобы ребят молодых после института с высшим образованием, с профильным, они еще не имеют опыта работы, у них пока еще определенный сумбур в голове, для них создаются специальные программы развития, где они поэтапно проходят все шаги по изучению производственных процессов, пробуют себя в различных сферах управления, бригадами, сменами. У каждого у них есть свой опытный наставник, который непосредственно отвечает за его развитие. То есть эти ребята, когда к нам приходят, они не остаются просто так, сможешь сам выучиться, сможешь. Мы ведем этих ребят до момента, когда, ну, обычно, для того, чтобы из молодых, потому что сама по себе молодые талантливые специалисты программы стартовала довольно давно, то есть это не год, не два, не три, да. И вот по нашему опыту сейчас видно, что где-то от двух до трех лет, да, необходимо для того, чтобы молодого сотрудника, да, адаптировать и под нашу культуру, и под наши принципы работы, и под наш производственный процесс, чтобы он уже мог самостоятельно работать, да. И, будем так сказать, девять из десяти, да, достигают той цели, да, развития, которую мы видим для себя, для них. Да, отлично. И вообще, вот если говорить сейчас о программе «Молодой талантливый специалист», раз уж мы начали о ней говорить, она еще обеспечивает некий приток молодежи в наш город. Потому что я знаю, что ребята же приезжают из других городов. Вот буквально вчера я брала интервью у девушки, которая к нам в Балаково приехала жить из Крыма. И она замечательно себя чувствует как на предприятии, так и в городе Балакова. И вот сейчас она заняла первое место в корпоративном конкурсе «Молодой руководитель». Второй год подряд Балаковский филиал занимает первое место. Да, это просто, да, гордость вызывает. Ну, понятно, что, наверное, для того, чтобы привлечь сюда к нам молодых талантливых специалистов, ребят технических, омоложения кадров, да, ну, нельзя просто так позвать, приезжай, работай. Да, наверное, надо создать какие-то условия для этих ребят. И мы, в принципе, эта программа, она не просто подразумевает его профессиональное здесь развитие программы, да, а в том числе и материальные. Это и выплата подъемных ребятам, которые приезжают. Это и оплата, понятно, они приехали в чужой город, да, который, дай бог, станет для них родным, да. Это и оплата жилья, то есть съема квартир, да, именно как раз на тот период, когда они адаптируются. Ну, и дальше уже по их желанию, если они готовы и способны, да, они также могут вступить и в том числе и в нашу жилищную программу, которая тоже, я считаю, довольно-таки такое социально ответственное направление нашей компании, да, то есть человек получает квартиру, да, покупает ее в ипотеку, а предприятие полностью берет на себя компенсацию процента. То есть у человека остается, ну, сама рыночная стоимость квартиры на весь срок. Хорошая подспорья. Очень хорошая подспорья. Ну, и это, наверное, ребята привлекает и едут. И вот снова переходя к теме благоустройства города, я вот хочу тут напомнить о ремонте городского выставочного зала, который вне рамок соглашения отремонтирован компанией Фосагра. Вот об этом можно рассказать? Зачем нам это? Ну, зачем нам это, да, ну, во-первых, компания Фосагра, да, и Молоковский филиал, да, это предприятие, для которого основными ценностями являются это наши люди, да, и наше социальное партнерство. Потому что можно, конечно, сколько угодно вкладывать в производственные мощности, обновлять эти мощности, внедрять современные технологии, да, но если на них будут работать люди, у которых нет настроения, потому что в городе сера, уныло, да, у которых нет какой-то мотивации прийти домой, заняться, сходить куда-то спортом, да, ну, если этого нет, то и отношение к работе, оно будет такое. Ведь, согласитесь, наверное, приятно, когда вышел из дома, да, увидел яркий, красивый двор, да, и настроение поднимает человек, приходит на работу и совсем по-другому относится к своим производственным обязанностям. Поэтому это наша ответственность, и мы в любом случае этого будем придерживаться. Ну, что касается выставочного центра, да, то мы тоже регулярно, то есть это не просто так, наше сотрудничество, оно уже многолетнее, с этим выставочным городским центром. Мы там уже регулярно проводим так называемые художественные пленеры, да, это наш корпоративный конкурс, который мы проводим ежегодно к Дню химика, где приглашаем наших балаковских, саратовских, а вот в прошлом году уже и из других областей к нам приехали художники. Мы задаем определенную тематику, да, ну, конечно, художник видит любую тематику по-своему. По-своему, это очень интересно. Очень интересно, как он ее видит, да, и большое количество художников откликается, большое количество картин. Сначала мы попробовали их разместить где-то у нас в музее, но поняли, что наших площадей, к сожалению, не хватает, да. Вот так у нас и завязалась дружба с городским выставочным центром. Ну, и хотелось бы, конечно, что люди, которые приходят на эти выставки, они не приходили так же к какому-то там разбитому подъезду, обветшалому. Поэтому в этом году было принято решение все-таки как-то его обновить, чтобы это было красиво действительно какой-то, в том числе, и изюминкой города, да, в этом плане. Поэтому вот так и родилась идея немножко благоустроить этот объект. И сразу после ремонта там открылась просто потрясающая выставка, такая воодушевляющая, если возвращаться сейчас, да, к теме экологии души, да, честных помыслов. Открылась выставка греческого фотохудожника, да, наверное, даже не побоюсь этого слова, не просто фотографа, да, фотохудожника Костаса Асимиса. Наш Афон, правильно так называется эта выставка? Вы одним из первых были на открытии, видели фотографии. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. — Пообщался лично с Костасом, да, ну, человек такой очень интересный, очень всесторонний, да, вот, несмотря на то, что он грек, да, но он очень активно поддерживает русскую православную культуру, да, и он один из немногих художников, да, которому вот дано благословение, да, снимать внутри монастырей Афона, да, в том числе. Ну, у него основное, конечно, это наш русский православный монастырь. Сами картины, фотоработы, картины даже, можно сказать, да, ну, они на самом деле очень интересны с точки зрения того, что, ну, наверное, многие об этом слышали, да, но немногие видели с другой стороны, как это выглядит, да, вот эти вот портреты монахов, да, отшельников, которые там были представлены, да, когда вот на них смотришь, да, действительно понимаешь, что есть что-то другое, да, чем наша вот обыденная жизнь, наша беготня, есть какое-то спокойствие, которое на самом деле в этом мире присутствует, и в том числе вот оно здесь, да, после этого, наверное, появляется желание, ну, съездить туда, действительно, посмотреть это воочию. Я всем рекомендую посетить эту выставку, тем более она бесплатна для всех, вот, желающих, и окунуться в этот прекрасный мир. Ну, это один из подарков компании FUSAGRA блаковцам в честь 20-летия компании, которая отмечается уже вот-вот, буквально. Да, 14 октября – это день рождения компании FUSAGRA, исполняется 20 лет, да, то есть такой, будем сказать, знаковый юбилей для компании. Хочется в день своего рождения, да, компании сделать еще больше, еще больше подарить чего-то городу, потому что не только подарки дарят на день рождения, а тот и у кого день рождения, да, должен дарить подарки. Андрей Владимирович, а будут ли какие-нибудь мероприятия, посвященные 20-летию компании? В рамках чествования наших передовиков, да, пройдет праздничное награждение, вручение почетных грамот, званий, и почетный химик, и заслуженный химик наших самых таких передовых работников. Будет для них концертная программа, да. Хотели мы ежегодно также провести в рамках 20-летия компания – это фестиваль добрых дел, да, где как раз мы рассказываем о тех наших проектах, люди делятся своими впечатлениями, кто в них участвует, да, это и Дрозд, это и Фосагра-школа, это и Дрозд-село, это и другие наши благотворительные проекты. Но вот, к сожалению, из-за пандемической ситуации нам не получается ее провести в очном формате. В этом году она у нас пройдет в новом, да, нам мы решили попробовать такой онлайн-формат, да, при этом призвать всех балаковцев, да, выполнять, сделать какое-то доброе дело, прислать его к нам, да, чтобы потом на конкурсе выбрать, да, и наградить балаковцев за их добрые дела, да. Вот что касается, наверное, всеми любимого, наверное, уже могу так сказать, праздника, это День химика, который мы ежегодно проводим, да, и мы каждый год к нему готовимся, и, к сожалению, вот уже второй год, да, из-за эпидемиологической ситуации, ну, не получается его провести. Но в любом случае я уверен, что мы и в следующем году будем готовиться, и я все-таки надеюсь, что в следующем году уж, наверное, мы проведем его, этот День химика. Ну, и пандемию, конечно, рано или поздно мы обязательно победим, тем более с такой мощной поддержкой, которую оказывает компания Фусагра и городу, и району, и в целом региону. Давайте вот еще несколько слов об этом скажем. Сейчас я знаю, что инфекционная больница областная настроится с такой мощной поддержкой компании. Та беда, которой она пришла, да, ее нельзя победить там одному, ее можно победить только совместно, совместными усилиями, усилиями медиков, усилиями крупных предприятий, да, создавая условия для, действительно, ее ликвидации, да. Компания в прошлом году также внесла свой вклад в строительство и Саратовской инфекционной больницы. К нам в самом начале пандемии обратился Овсяников Александр Юрьевич, все его знают, да, что у нас есть возможность организовать лабораторию для тестирования, но у нас нет оборудования на данный момент. Мы эту тему сразу же, естественно, подхватили, да, и оборудовали. Почему? Да, а потому что мы, опять же, отвечаем не только за своих работников, да, мы отвечаем в том числе и за город, где живут наши работники, да, и локализация всех вот этих вот очагов инфекции, да, она в том числе сказывается на здоровье наших работников. Поэтому нельзя отделять в данной ситуации предприятия от города, от района, от области, да. И мы продолжаем оказывать всяческую помощь нашим медикам. За это, конечно, огромное спасибо. То, что, ну, действительно, сейчас они... За их работу, да. Да, сейчас сложно, наверное, представить, сколько жизней они на самом деле спасли. Это, наверное, ну, не оценить, не посчитать, да. Поэтому мы и будем продолжать оказывать такую помощь и поддержку, вот. В том числе и помогать им с точки зрения агитации жителей о необходимости вакцинации, потому что на самом деле есть только один способ победить любую пандемию, эпидемию, да, это только вакцинация. Другого, к сожалению, нет. Наш русский авось, он сегодня не пройдет и не поможет. Поэтому хотелось бы также и обратиться ко всем жителям. Не надо сейчас это воспринимать как какую-то такую где-то мимо проходящую угрозу. Она касается всех и каждого. И только вместе, совместно мы можем это победить. И в следующем году отметить... И тогда праздники будут оффлайн. Тогда праздники будут оффлайн. И встретимся уже на площадях и будем активны. Но нужна помощь, конечно же, всех и каждого. Только вместе. Вот вы сейчас сказали, хорошо, да, только вместе. Это говорит о том, что на самом деле и компании «Фосагра», и Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» считают город и себя одной семьей. Значит, и 20-летие компании – это тоже праздник семейный. У вас сейчас есть возможность поздравить балаковцев с нашим общим семейным праздником. Уважаемые работники нашего предприятия, жители города, жители района, конечно же, хочется вас поздравить с днём рождения компании, 20-летием. Пожелать всем нам профессиональных успехов, роста, развития компании. Потому что, наверное, без дальнейшего развития и процветания компании, наверное, невозможна такая же плодотворная совместная работа и в социальной сфере. Но самое главное, конечно же, хочется пожелать всем нам здоровья. Это самое сейчас главное и актуальное. Давайте жить, улыбаться, радоваться каждому дню и дарить друг другу улыбки. Ну и будем также активно готовиться. У компании 20 лет, а в 2023 году Балаковский филиал, как само предприятие будет отмечать 50-летие. Замечательно. Будем к этому ещё. Прекрасный возраст. Ну что ж, спасибо всем, что были с нами. Всем крепкого здоровья, здравого смысла и только чистых помыслов. Всего хорошего. До свидания.